Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Доброго вам времени суток Добро пожаловать в нашу кубочную Сегодня я продемонстрирую вам самые лучшие кубочки Такие кубочки у нас сегодня есть Такие кубочки у нас сегодня есть Одна, что вам очень-очень нравится И что вам очень нравятся кубочки И специально для вас И только вас Я сегодня купил Такой набор Замечательных Кубочек Сегодня мы с вами будем их Открывать И Будем с ними делать всё, что обычно делают ASMR-тисты с кубочками Будем губячиться Поехали Итак Вот такие у нас believes Красных Цвет Они очень хрустящие Они очень-очень-очень хрустящие Очень хрустящие Выдрали Всё хорошо По губочкам ещё пойдём на глаз Нормально делать стаппинги А чтобы нос зачесался Чтобы нос у меня зачесался Почему на нос чешется? Надо его помыть, наверное Сейчас аккуратненько Буду вытирать лицо губочками Будем вытирать Ещё можно вот так всё Смотрите Смотрите Какой хороший звук получается Только послушайте По-моему, очень-очень Очень-очень интересный звук Сейчас мы ещё на эту ушку сделаем А если совместить Вот так вот Две губочки Спинками мы сейчас поставим У нас получается вот такой бутерброд И Будем его сжимать сейчас Вот так Я очень люблю звук губочек Потому что он Достаточно мурашечный Вот Получаются Да, очень мурашные звуки Иногда Иногда Вот такие вот Давайте немного Повыкручиваем их У меня их достаточно много Только потом Мы с вами можем Делать разные Вещи С губочками С этими Я знаю, что полиция губочек Давно меня уже Отреживает И Общество охраны губочек Уже давно Выехало За мной Но я постоянно меняю Дислокацию Поэтому Им у меня не найти их Так Вот такие дела Губочки Кубочки 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 Так Так Прекрасно Теперь возьмём вот такую Одну Жёлтенькую В магазине Когда я покупал Там Был не особо большой выбор По цвету Так как Это был магазин Возле моей студии Но Я могу сказать Что я уже третий раз Покупаю набор губочек И забываю их дома Потому что записываюсь Я в студии А губочки остаются дома Соответственно Получается Что у меня уже дома Лежит Два совершенно новеньких Набора Разноцветных Губочек Из супермаркета Вот И Сегодня В очередной раз Забыл их дома Но Решил Уже Что Всё равно Видео с губочками быть Поэтому Я Пожалуй Купил Такие Губочки Они Очень Даже Ничего Очень Даже Ничего Сегодня Мы По традиции Будем С вами Эти губочки Мять Стучать И В конце Мы их Разрежем Потому что Это будет интересно Потому что Именно вот Почему за мной уже давно Светят Люди Сообщества Защиты Губочек Потому что я их Немилосердно Уничтожаю Я их Стираю Посуду Я их Всячески Мну Кручу Выкручиваю И Режу Вот Поэтому Вот Это всё для вас Друзья Это всё для вас Сейчас мы Делаем небольшой Таппинг 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 Вот такое Таппинг 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 Я предлагаю с этой губочки отодрать её плотненькую штуку и послушать, какой будет звук. Звук очень неплохой получается. Звук очень похож на пенящиеся звуки, вот так, за пену. Приклеили хорошо, но у нас всё получается. Вот такая вот у нас получилась. Подложка с губочкой. Не совсем, конечно, красивая, но какая есть. А теперь это не губочка, а теперь это мочалочка. Хотя, если честно, я не очень знаю, что отличает губочку от мочалочки. Я не очень большой специалист губочных дел. Но, вроде как, мочалочка как раз без вот этой вот штучки. Да, без вот этой вот специальной, как это называется, специального войлока или что-то в этом роде. Потому что это очень-очень похоже на войлок. На такой войлок. Давайте его немножко покрутим, повертим и попробуем порезать. Вот у нас, видите, пыточная для губочек такая образовалась сегодня. Но, на самом деле, я не любитель мучить даже неодушевлённые предметы. Просто здесь у нас получаются довольно-таки интересные звуки. Вот так вот. Вообще, родители с детства приучили мне относиться очень печально к красным некоторым вещам. И поэтому мы сейчас будем резать губочку ножницами. Очень, кстати, такие мурашкие звуки. Прям я кайфую из них. О, да. О, да. О, да. О, да. Это круто. Немножко послушайте. Ну, давайте к этому ушку немножко вырезать такими небольшими кружочками. Очень классные звуки встаёт на такой войлок. Потому что, когда вырежешь, как раз ощущаются такие мурашки, наверное. Ну, по крайней мере, за себя говорю. Мне приятно слышать такие звуки. И мы вырезали из губочки вот такую вот ленточку. Видите? Теперь эта губочка счастлива, потому что она всегда мечтала быть новогодней гирляндой. Да. Что я такое говорю? Эту губочку уже не вернуть. Вот. Хотя нет, сейчас попробуем её восстановить. Смотрите, это теперь у нас такая элитная губочка. Вот она. Всё нормально. Ей по-прежнему можно мыть посуду. Кого я обманываю? Давайте разрежем ещё вот эту штуку. Не знаю, как будет. Послушаем. Давайте, как будет. Ух ты! Очень интересный тоже звук. Такой звук именно. Звук. Тоже что-то похожее на пену. Но это и не странно, потому что здесь пористо. Видите, такая структура. Вот, структура пористо. И получается, что и звуки, конечно, издаются такие, как очень похоже на пену. Вот так. Вот такая вот губочка у нас получилась. Теперь разрезанная. Я думаю, мы не будем издеваться над остальными губочками. Потому что я не вижу в этом смысла. У нас есть одна, которую мы погромзали. Сейчас покажу фокус. Смотрите, абракадабра. Видите, я её починил. Она теперь самая крутая, самая нормальная. Абсолютно. Только, правда, немного другая по цвету. Там было жёлтое, это красное. Вот я её не подумал, да? Ладно. Фокус не удался. Пока. Не страшно, на самом деле. Мы слушаем звуки. Пытаемся насладиться именно тем, что есть. А у нас сегодня как бы есть губочки, да? Есть губочки. Так же, давайте разрежем эту мочалку пополам. На самом деле, кстати, у меня бабушка экономная очень была. И у неё была вот такая вот средство, вот такой экономии губочек. Она эти губочки вот так вот резала напополам. Вот, и из одной вот этой губочки у неё получалось, соответственно, две вот таких. И можно было, естественно, это использовать в два раза дольше, да? Вот здесь вот такие большие губочки. Можно сделать две маленькие из них. Но это были такие времена, да? Когда ещё времена, наверное, начало двухтысячных. И, в принципе, тогда все бабушки экономили на чём только могли. Хотя и сейчас, я думаю, что... Хотя и сейчас, я думаю, что бабушки наверняка экономят. И у каждой свои какие-то средства по экономике. Не по экономике, а по экономии, извините. Ну, это даже не времена, наверное, такие, а вот просто такие реалии, да? Реалии, такие вот на сегодняшний день, что без экономии как-то сложно. Поэтому приходится какие-то ухищрения, да, придумывать, например. Я очень буду рад, если наступят когда-нибудь такие времена, когда бабушки, вместо того, чтобы разрезать одну губочку пополам, там они будут связывать вот так две, чтобы круче было мыть посуду. Вот. Но мне, кстати, очень нравятся вот такие звуки, они очень классные. Правда, когда ты шмакаешь вот эти губочки вот так, с них летит куча всякой, я не знаю, как это назвать, пыли. Или какая-то такая штука, я не знаю, видно вам или нет, но она реально есть. И у меня уже вся клавиатура в этой были. Вот. Наверное, будем с вами заканчивать это видео. Спасибо вам за просмотр, друзья, и до свидания. На самом деле, все эти губочки, которые пострадали, пострадали от моих рук, я их передаю в реабилитационный центр для губочек. Они там проходят реабилитацию, их там склеивают, подшаманивают им, ими моют самую роскошную посуду. Они очень рады и довольны, поэтому вы не переживайте, все с ними хорошо, с ними все. Окей, все будет хорошо. Абра-кадабра. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok